Так, смотрю, теперь, наверное, быстро по пробникам духов и начнем тогда уходовую косметику для лица. Скорее всего, опять же, я разрежу это видео. Ребят, ну что касается духов, тут мужских, в принципе, муж закончил много, но куда-то я их всех сложила, сама не могу найти потом, обещаю. Пока я нашла вот такой вот Invictus, это пробник от Paco Rabanne, вот так он выглядит, и, как вы видите, пробник такой, ну, как бы ни о чем, бумажечка, вот. Ну, в принципе, достаточно, чтобы один раз попробовать, достаточно такой зимний, наверное, тяжелый, на мой взгляд, мужской аромат, но не противный, вот так вот. Я не умею описывать ароматы, ну, вот как бы вот, вот так. И еще Gentleman от Givenchy, или, как он читается, произносится, Givenchy, да, и тоже достаточно приятный, ну, обычный такой маленький пробничек. Ну, Givenchy, он и есть Givenchy, вот так вот я скажу. Классный, мне понравился на нем, но это не, на мой взгляд, вот бывают такие ароматы, которые, как бы, и мульти, мульти, нет, как называется, мультисекс, и женщинам, и мужчинам подходит. Ну, на мой взгляд, вот это вот чисто мужской такой серьезный аромат. Опять же, мне кажется, что более подходит он, наверное, для зимы. Ну, а женские ароматы тоже вот такие же пробнички у меня бумажные, несерьезные. Это вот такой вот Girls Can't Do Anything, и вот так вот оно выглядит, по идее. Он у меня уже давно, я даже не знаю, продаются они еще или нет. Вот это была такая же бумажечка, ну, и аромат, ну, ничего особенного, и долго он не держался. Как бы я не была в восторге, это вот какой-то за Дик и Вольтер. Не знаю, что это такое вообще за фирма. Где-то мне его сунули, ну, попробовала и попробовала. Далее, то же самое, то же самое, вот в таком вот виде. Мне кажется, это немножко другой аромат был. Да, немного более такой цветочный, что ли. Ну, тоже ничего, ничего. Girls Can't Say Anything, да. Там было Do Anything, Здесь Say Anything. Вот, пожалуй, я больше ничего не скажу. Вот это вот моя любовь-любовь. Narciss Rodriguez for her. Это черный. Обожаю, просто вот, ну, с ума схожу. И он, конечно, зараза дорогой. Но я его использовала, но я не помню, месяц назад или два до сих пор. Это фантастика просто. Это просто фантастика. Просто тащусь. Вот. И вот он, как я понимаю, выглядит вот так вот, упаковка. И далее вот этот новый совсем, Le Interdit от Givenchy, опять же. Вот такой вот. И он интересный, он совершенно какой-то, ну, я даже не знаю, что. С одной стороны, он сладковатый, я сладкий не люблю. Но этот, это фантастика. Там есть какая-то нота, которая меня просто сводит с ума. И несмотря на то, что вот он достаточно сладкий. В общем, это тоже мне очень-очень штука понравилась. Далее, что касается, да, закончились у меня два вот таких вот пробника всем известного крема от защиты от солнца. Солнцезащитного крема, вот. 50+, от La Roche-Posay. И по 3 мл они. Конечно, это как бы ни о чем. Но, в принципе, достаточно было для того, чтобы попробовать. Вот так вот выглядит. Я их не разрезала, честно говоря. Вот так выглядят вот эти вот пробнички. 3 мл. И что я вам могу сказать. Наверное, они защищают, потому что 50 это максимум, насколько я понимаю. Больше не бывает, видимо. И это медицинская косметика. Но они жутко выбеливают кожу. То есть у меня сама по себе кожа очень белая. Такая синебелая. Знаете, какую цыплят по рубль 5 когда-то были, если кто-то в советские времена еще жил. Вот. То есть вот это вот еще сильнее выбеливает. То есть ты похожа с ним на привидение. Я не знаю, что нужно сверху. Сколько тонн декоративной косметики на себя накладывать. Накладывать. Вот. В общем, если вот это только одно использовать, то вы будете привидением. Восставшим из ада, из гроба. Я не знаю еще откуда. Далее у меня был такой вот крохотный трехмиллилитровый пробник от Орхид... От Гельран. Гельран. Не знаю, как читается. Трехмиллилитровый, как я уже сказала. И просто это был крем для лица. Крохотный пробник. Очень приятный аромат, насколько я помню. Видите, совсем мусипусенько. Вот. И особо распробовать я не смогла. Но приятно. Вот никаких чудес, но приятно. Я уже не буду читать инструкцию. Там огромная инструкция. Или так где-то, не знаю, страниц на 20. Шучу. И еще был Визионер от Lancome. Ну, их я часто получаю как пробники. И они мне очень нравятся. Обожаю Lancome. 5 миллилитров. В принципе, да, с защитой... Продвинутый корректирующий крем с защитой от солнечного излучения 20. Очень люблю. Пользуюсь всегда с удовольствием. Вот. Вот. Вот так. Впитывается хорошо. Увлажняет хорошо. Чудесный продукт. Люблю. Lancome. Люблю. Далее. Следующий продукт. Я уже неоднократно ругалась. У меня куча пробников было. Вот таких вот. Био от Гарниер. Полтора миллилитра. Тут оборвала я. И с био лавандой. И увлажняющий против морщин. И для всех типов кожи. И для чувствительной кожи. Я на него давала жуткую аллергическую реакцию. Почему он у меня снова. И почему я его использовала. А знаете я придумала. Я даже боюсь его просто на кожу ног наносить. Поэтому я только на пятки. Вот сухие пятки нормально. То есть вот такой вот крем для лица. Так на минуточку на пятки наносить. Ну а что выбросить. Жалко вроде бы. На остальные участки кожи. Сразу же покраснение моментальное. То есть вот такой вот эффект. Видимо потому что там. Как они называются. Масла вот эти вот. Знаете пахучие. Забыла я опять. Плохо подготовилась. Далее у меня был вот такой вот пробник SPF 30. Полтора миллилитра. Их я вам уже показывала. Их у меня тоже было много. И это опять же защита от солнечного излучения. Крем. Очень классный. Вот кстати он не выбеливает. И для чувствительной кожи. И защищает от ультрафиолета группы А. Высокая защита. Очень-очень приятный крем. И дешевый. Он у нас продается. Он дешевый. И в общем очень мне он понравился. И далее у меня еще были два вот таких вот пробника. Это голландский крем. Трюфоер. Так что ли называется наверное. Фирма. И сделана на основе белого трюфеля. Дневной крем увлажняющий. Три грамма. И там и там. Почему-то в граммах. Непонятно. Супер. Интересная очень текстура. Текстура. Одна такая во-первых полупрозрачная. Как гелевая. Но такая наверное. Такой густой гель что ли. И причем он интересный. Он от температуры кожи начинает таять. И распределяется. Ну сразу вот эта текстура меняется. Но он не очень хорошо впитывается. Хотя я не люблю крема. Которые не впитываются. Но он не создает. Он такую же. Ну немножко жирненькую пленочку создает. Но не противную липкую гадкую. А очень-очень приятная штука. Очень приятная. Я не знаю где они продаются. Мы были когда-то в Голландии. И вот мне где-то всучили. Я наконец попробовала. В общем вещь хорошая. Если вы видите. То советую. Так. И я сейчас смотрю. И остались у меня продукты. Так. Сейчас вернусь к вам. Еще один продукт у меня закончился. Это жидкость заслатья лака. От опять же фирмы Изана. 125 мл. И он с миндальным запахом. Но это не важно ароматом. И идеально подходит для темных лаков. И эффектных лаков. Ну с блестками. Ну я вам не скажу. Что с блестками он хорошо удаляет. Как и все остальные. Не очень хорошо. Да. 125 мл. Но он в принципе. Из дешевых продуктов. Он очень неплох. Естественно приходится тереть. А как? А как же иначе? А как же иначе? Я пока не нашла того. По той жидкости для снятия лака. Которая бы меня на 100% устроила. И которая бы мне удаляла моментально блестки и прочее. Кстати, вот реклама. Маникюр. Будет маникюрное видео. Если вам интересно, то переходите по ссылке внизу или в инфобоксе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.